По результатам секвенирования образцов от больных ковидом жителей Республики Калмыкия в 24 случаях выделен штамм омикрон. На сегодняшний день можно говорить, что у 24 жителей Республики Калмыкия, у которых зарегистрирован ковид, выделен омикрон штамм. Из этих 24 случаев в одном случае завоз из дальнего зарубежья, в одном случае завоз из другого региона Российской Федерации. Все остальные случаи это местная передача среди наших жителей. Поэтому можно говорить, что мы вступили уже в процесс эпидемический, где уже идут проявления штамма омикрон. По предположениям эпидемиологов на сегодняшний день пропорция такая, что омикрон где-то до 40% занимает среди больных, остальное пока дельта. Можно пока смело говорить, что на сегодняшний день омикрон еще не доминирует на территории Республики Калмыкия. Данные о подтверждении штамма омикрон у наших больных ковидом начали поступать только сегодня в обед. И буквально последние три случая за последний час, потому что я уже озвучил, на 14.00 было 22 случаев, сейчас уже 25. Настораживает то, что эти все большинство случаев с омикроном это местная передача и часть образцов было выделено от больных, которые заболели именно на новогодние праздники. Поэтому можно говорить, что омикрон у нас циркулирует как минимум с нового года. И судя по тем темпам нарастания заболеваемости в европейском регионе, мы смотрим по городу Москве, у нас мы вступили как раз в период роста, связанный с доминированием штамма омикрон. Что могу сказать, все больные, от которых выделен штамм омикрон это взрослые, у всех протекает в легкой или в средней степени тяжести, никто из них не госпитализирован, они находятся на амбулаторном лечении. Всех находятся на медицинском наблюдении, контакты их не изолированы. По двум больным есть заболевания по семейному очагу, как среди контактных, мы также отобрали у них образцы и отправили на секвенирование научно-исследовательские институты. Что касается общей обстановки по коронавирусной инфекции, неделя завершилась, первая рабочая неделя, когда люди вышли на работу, возобновился учебно-воспитательный процесс, поэтому мы видим постепенное нарастание заболеваемости, идет ухудшение обстановки. Это мы видим по количеству закрытых классов, групп в детских садах, поэтому на сегодняшний день можем сказать, что мы как раз вступили в следующую волну или подъем эпидемический, как мы говорим уже. В конце недели мы будем анализировать ситуацию по образовательным учреждениям и будем решать, будет приостанавливаться учебная воспитательная деятельность или нет. Еженедельно мы будем принимать, рассматривать такие ситуации, если будет резкое ухудшение, то, конечно, ежедневно будем смотреть. Без перевода учебно-воспитательных учреждений на дистант и удалет, я думаю, в этот раз нам не обойтись. В случае резкого ухудшения ситуации мы будем принимать вот такие решения. Что касается, опять же, возвращаясь к Омикрону, то среди 24 человек, от которых как раз подтвердили Омикрон, это 9 человек жители города Элисты, трое это жители Юстинского района, по два человека это Слаганского, Яшкульского и Приютинского района, остальные это Малогербетовский, Киченеровский, Городовиковский район. Вы видите, география такая обширная, это говорит о том, что циркуляция у нас идет повсеместно. А где же класс закрыты, говорят, в 17-й школе? Нет, в 17-й школе не знаю, но гимназия у них там с 5-го по 11-й класс перевели на удаленку. В Киченеровском районе один детский сад полностью закрыт, но это связано с заболеваемостью гриппом и урвией. Не забывайте, что у нас еще параллельно идет ситуация с гриппом и большие группы вирусных инфекций, поэтому мы отслеживаем заболеваемость как ковидом, так и урвией и гриппом. На сегодняшний день мы видим тоже постепенное нарастание заболеваемости, особенно среди детей школьного возраста, но на сегодняшний день эпид-пороги для данной недели, прошедшей, превышены среди детей, как сказал, школьного возраста и за счет взрослых. Ситуация на сегодня такая. По короне у нас на сегодняшний день по данным ИЦК 66,1%. Эта цифра меняется ежесуточно, потому что участие людей заканчивается, срок действия вакцинации полгода, кто-то переболел, получается, более полугода назад. Эта цифра динамична, но надеюсь, что наши жители проявят все-таки заботу о своем здоровье и близких, пойдут прививаться. До необходимой цифры их сколько надо было? Еще? Сколько? Да. На сегодняшний день у нас план 164, привито всего лишь 137. Поэтому это считаете. И не забывайте, что эта же цифра динамична. Все, у кого проходит полгода после выздоровления или вакцинации, они как раз выпадают из той массы, где коллективные люди. Все-таки новогодние праздники сказались, да, на рост числа? Да, рост это ожидаемый. Мы, эпидемиологи, наши коллеги из лечебной сети, знают, что, в принципе, традиционно после новогодних праздников у нас идет подъем заболеваемости. Это первое. Второе, первая неделя работы и возобновления учебно-воспитательного процесса характеризуется как раз резким подъемом за счет отложенной обращаемости, так называемой. Очень большая часть доли больных, которых мы зарегистрировали на прошлой неделе, в первой рабочей неделе, у них дата заболевания 5, 6, 7, 8 января. Я думаю, обращаемость была в первую очередь такая поздняя обращаемость, связанная с тем, что людям кому-то больничный нужен, какой-то ребенок там заболел в связи с этим. Все-таки вот говорят, о микронах чаще всего болеют дети, судя по другим регионам, так ли это река? Да, сейчас уже начали публиковаться первые первичные исследования, в основном это ЮАР, Великобритания, часть Европы, Америка. Действительно, сейчас первые данные поступают и видно, что о микрон в первую очередь поражает более молодое население. Это в первую очередь дети, подростки, молодежь до 30 лет. Во-первых, это связано с иммунной средой, я думаю, все-таки более возрастное поколение ответственно относится к своему здоровью, они привитые. Во-вторых, в большинстве стран не проводилась вакцинация подростков и детей. И поэтому как раз штамм, этот о микрон, он ищет в первую очередь незащищенные организмы, куда проникновение у него будет более легким. И поэтому, конечно, мы видим, что в первую очередь распространяется среди подростков, детей и молодежи. Ну и молодежь, она как самая активная, социально активная, у них, конечно, количество контактов больше. Но можно уже сказать, что о микрону как минимум в три раза заразен, чем предыдущие штаммы. Количество больных от одного, зараженных от одного больного может исчисляться и 10 человеками, и 12 человеками. Мы знаем, что были закрыты конференции в Норвегии, в Америке, где присутствовало там по 100 человек, которые были вакцинированы. И о микрон как раз их пробил, называется прорывная инфекция. Что касается клинических симптомов, то говорить об этом еще рано, но можно с осторожностью сказать, что все-таки за счет того, что о микрон поражает в большей степени молодежь и подростков, поэтому клиника более легкая. Но говорить об этом рано, потому что еще статистика только в принципе не накопилась, это первое. И второе, о микрон стал распространяться в тех странах, где была очень большая прослойка иммунного населения. Тот же ЮАР, там в сентябре делали исследование, я выяснил, что свыше 70% населения у них уже иммунно тем или иным образом, или переболело, или вакцинировано. Тот же Израиль, который заявлял, что у него больше 80% населения привито, включая детей от совокупного населения, не как у нас в России, 50% только от взрослого населения, а там больше 80% от всего населения. На сегодняшний день Израиль дает заболеваемость до 65 тысяч в сутки. Еще рано было. Три недели назад у него было 600 больных, а сейчас уже 65 тысяч. Но летальность при этом очень низкая. Поэтому смело говорить о том, что омикрон более слабый, чем дельта, я не могу, потому что на сегодняшний день он распространяется в тех странах, где очень большая иммунная прослойка. Может быть за счет этого идет легкая клиника, низкая летальность. Как он поведет себя в России, где половина населения не привито, неиммунная, я не могу сказать. Но протекает все-таки как он выглядит. Да, уже можно сказать, что клинические симптомы, характерные для омикрона, это кашель. Именно вот с таким продиранием горла, это что было не характерно для предыдущих штаммов. Вообще такие признаки больше схожи с УРВИ. Очень тяжело дифференцировать с другими вирусными инфекциями. Это тот же кашель. Единственное, что преобладают больше, наверное, чаще мышечные боли в спине, в ногах. Это также связывает с тем, что штамм, омикрон, он тропен, или, можно сказать, любит больше клетки верхних дыхательных путей, чем легких. Это связано и с токностью вируса, с его изменением в шипах, которые способствуют прикреплению и проникновению в клетке. Поэтому пока вот такая картина. Кстати, что касается вакцинации, нам еще рано говорить, да? А у детей, у детей, у детей будет или нет? Буквально на днях была зарегистрирована вакцина для подростков, спутник М. Это та же вакцина, что и спутник Ви, только разведенная в 5 раз для подростков. Сейчас мы ждем первые партии. Уже начали поступать большие города с сегодняшнего дня партии. Нам заявляют, что в ближайшее время поступит первая партия, как раз спутник М. Тогда мы начнем как раз кампанию по прививке, по вакцинации подростков. Это с разрешения родителей? С разрешения родителей с 15 лет в согласии самого подростка. Что касается эффективности вакцин, то начали поступать сейчас первые данные, что действительно в связи с мутацией вот этого штамма омикрона, эффективность вакцин снизилась. В среднем по спутнику заявляется до 75%. Снизилась эффективность с 97% до 75% до 80%. Примерно те же цифры по известным модернам и Pfizer. AstraZeneca и Pfizer пока по предварительным данным эффективность больше упала, чем у спутника. А профилактику не забываем, да, у нас параллельно еще грипп помимо ковида. Меры профилактики практически не изменились. Это тоже соблюдение социальной дистанции, обязательно ношение масок, потому что те предварительные исследования, которые сегодня публикуются, говорят о том, что штамм омикрон очень заразен. Очень заразен. Там буквально надо единицы этих вирусных частиц, чтобы заболеть. Сейчас еще готовится изменение в санитарные правила. То есть, что срок изоляции будет сокращен до 7 дней. У нас из кубики принимаются обмеры, да? В плане случаев вспышки, госпиталя и так далее. Недостаток информации, что ли? В эскептенном уже неделю про это говорили. Ну все, спасибо вам. У нас идет, да, мы сейчас активно готовимся. Госпитальную базу готовим. Готовимся к тому, что по педиатрии очень много будет вызовов. Уже предусмотрели кванториум и отделение отдельное в детской больнице. Рассматриваем уже списки медицинских работников, которые мы задействуем. Уже как на случай войны, потому что дефицит кадров есть. Прорабатываем по госпиталям, по поликлинике. Прорабатываем варианты вплоть до негативных при остановлении планового приема. Даже такой есть у нас вариант. Разные планы мы разрабатываем на случай ухудшения. Буквально сегодня в 15.00 мы провели совещание по лабораторной диагностике. Еще раз убедились, доложились по готовности лабораторной базы. Потому что ожидается большой наплыв обращаемости. Минздрав отдельно с Минцифры прорабатывает вопросы по регистрации звонков, обращений. Граждан вызовов, тоже ожидаем большой вал. Будем привлекать и студентов медколледжей, и волонтеров. Поэтому большая работа идет. Запасается лекарственными препаратами, средствами дуальной защиты, дезинфицирующими средствами. Прорабатываем логистику. Сейчас мы также получили дополнительные 8000 ИХ-тестов. Это для эксперт-диагностики ковида. Буквально за 20 минут они дают результат. Поэтому мы их распределим и в дальние районы, и в амбулаторную сеть, для неотложек, для скорой помощи. Для того, чтобы наши жители в крайнем случае не ожидали долго результата лабораторных исследований. Чтобы можно было сразу провести раннюю диагностику, поступить к лечению. Вопросы? Подскажите, пожалуйста, при каких условиях будут закрываться сады и школы? Значит, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации по урвы и гриппу мы будем смотреть, ориентироваться на недельные эпидемические пороги по превышению. И, кстати, в этом же ситуации мы будем смотреть ковид. Пока мы идем по рабочей схеме, больше 20% заболевших в классе закрывается класс. Если больше 20% классов, то школы. Пока мы идем по этой ситуации, если будет ситуация все-таки ухудшаться резко, тогда мы будем принимать решение о полном приостановлении учебно-воспитательных процессов. Посмотрим по ситуации, возможно, как по гриппу будем, сперва город, районы или сразу по республике. Все будет зависеть от ситуации. Спасибо большое. Спасибо. Не болейте, донесите, дослушайте. Там, смотрите, в обед или в 16.